Мы, собственно говоря, участвуем во всех соответствующих, не во всех, но специализированных международных структурах по борьбе с коррупцией. Эта тема является одной из приоритетных для российского руководства, для российских граждан. Но мы рассматриваем предпринимаемые нашими западными партнерами зачастую такие очень странные попытки, как абсолютно ангажированные в плане подсвета или в плане обращения внимания на эту тему и на эту проблему в Российской Федерации. Вот, возвращаясь к недавнему фильму BBC о коррупции в России, тема интересная. Я просто хотела бы сказать о том, что если в Великобритании, а тем более у средств массовой информации Великобритании, есть такой повышенный интерес к теме коррупции, то говоря о А, нужно говорить и Б. Если вы смотрите, что происходит с коррупцией в нашей стране, пожалуйста, не забывайте о том, что эти коррупционеры, о чем, собственно говоря, мы и раньше говорили, они почему-то все время тянутся, так сказать, на Запад именно в направлении Лондона. И вот немного статистики. В очередной раз в феврале текущего года, я имею в виду сейчас, наши британские коллеги решили укрыть в Соединенном Королевстве лиц, которые находятся в розыске и которые обвиняются в совершении на территории России преступлений различной степени тяжести. Сразу несколько решений об отказе выдачи российских граждан приняты лично министром внутренних дел Великобритании Терезой Мэй. Я думаю, что это вполне может быть сюжет для нового фильма расследования BBC, почему те люди, которые обвиняются в экономических преступлениях, в мошенничестве, в том числе в особо крупных размерах, почему они становятся подданными Великобритании, и почему такие высокопоставленные официальные лица, как министр внутренних дел, лично им покровительствуют. В целом, хотелось бы немножко в целом посмотреть на эту ситуацию, потому что, если у вас складывается ощущение, что это единичные случаи, это не так. В целом, британцы отказали в выдаче России уже более 40 граждан с подобными случаями. Либо это было прямое решение министра внутренних дел, либо их пропустили через, как правило, одну и ту же судебную инстанцию, а именно Вестминстерский районный суд Лондона. При этом подробными и вескими правовыми обоснованиями для таких отказов британская сторона, как мы понимаем, себя, мы уже привыкли, а себя не утруждает. Она лишь ограничивается шаблонными ссылками на то, что эти люди, скрывшиеся на территории Великобритании, имеют некий особый иммиграционный статус. Также нам говорят о том, что их выдача российской стороне может повлечь нарушение прав человека. То есть те, кто находятся в России, это коррупционеры. А те коррупционеры, которые приезжают в Великобританию, они находятся под защитой правочеловеческих принципов. Это такая уникальная логика. В этой связи дело дошло до того, что буквально в каждом запросе наших правоохранительных, я имею в виду российских правоохранительных органов, наряду с подробными разъяснениями предъявленных уголовных обвинений, мы вынуждены констатировать, собственно говоря, очевидное, а именно запросы о выдаче граждан не имеют цели преследования кого бы то ни было по политическим мотивам или в связи с расовой принадлежностью, вероисповеданием и национальностью. Это попросту запрещено в России по закону. При этом Лондон предпочитает игнорировать, в том числе и заключения экспертов, а также британских. А также игнорируются и письменные гарантии соблюдения российской стороной всех прав обвиняемых, в том числе, которые предусмотрены в статье 3 Европейской конвенции о защите прав и основных свобод, а также соответствующими конвенциями Организации Объединенных Наций, Совета Европы и протоколами к этим решениям. Лица, которых Соединенное Королевство де-факто укрывает на своей территории и, конечно, делает это под изначально надуманными предлогами, их обвиняют в России в совершении таких уголовных преступлений, как мошенничество в особо крупных размерах, присвоение чужого имущества, растрата в крупных и особо крупных размерах, разбой, грабеж и даже убийство. Ущерб России, российской стороне и, собственно говоря, частным компаниям от их деятельности, от их преступлений исчисляется десятками и сотнями миллионов.